Финский кошмар Хоккея не будет. В этом сезоне Краснодар остается без литовых баталий. Вслед за Кубанью с дистанции сошли Беркут и Кубани. Почему? Дождитесь ответа. Ты мне, а я тебе. Фантастические камбэки в истории мирового спорта. Вспомним и окунемся с головой в самые невероятные действия на спортивных площадках. Чемпион вернулся. Второе дыхание Алексея Воеводы в армрестлинге. Сочинский богатырь к мировому помосту готовится сам и другим помогает. И Люба-Люба-Любочка. Капитан Краснодарского Динамо Любовь Соколова в рубрике Герой недели. Соколова расскажет о своей жизни с великими победами и поражениями. Все как мы и предполагали. Когда в раунде плей-офф Лиги Европы нам достался финский хик, мы, наверное, ожидали, что Краснодар без проблем его пройдет и без проблем пройдет дальше в групповой этап Лиги Европы. Все-таки это не реал Сеседат, как было в прошлом году. Вот я читал много прогнозов и все, наверное, прогнозисты, все специалисты были, опять же, уверены в том, что Краснодар сможет без проблем обыграть хик. И вот специалисты не ошиблись в итоге. Ну, а только с результатом немного, наверное, не угадали. Такое есть. Большинство экспертов прогнозировали счет 2-0 в первой встрече, а счет совсем другим оказался более приятным и, наверное, более комфортным. Для ответной встречи 5-1 хик разгромлен. Разгром действительно состоялся. Вот только счет на табло, наверное, многие со мной согласятся, не совсем отражает то, что на поле происходило. Впрочем, не будем обсуждать. Давайте сейчас сами все посмотрим, увидим. Лига Европы снова в краевой столице. В очень комфортный день с точки зрения погоды Краснодару предстояло сыграть с клубом не с самой футбольной страны. Финский хик для кубанских любителей игры номер один был большой загадкой. Однако краснодарские болельщики не сомневались в успехе своей команды. Я думаю, Краснодар должен достойно сыграть сегодня, потому что набирает форму с каждым матчем. Соперник чемпион Финляндии. Мы все это знаем, но тем не менее верим в команду, любим команду. Узнаем, что они чемпион Финляндии неоднократный, но поскольку финский чемпионат у нас слабенький, вроде как, должны выиграть их. Выйдя на поле с Быстровым и Странбергом в стартовом составе, подопечный Олега Кононова с первых минут игры без особых проблем стали проникать в штрафную гостей и добились успеха уже на восьмой минуте. Виталий Калешин навесил с правого фланга в штрафную и арендованный у грозненского терека Юхани Ояло срезал мяч в свои ворота. Уже спустя минуту черно-зеленые получили право на пенальти. Не промахнулся Павел Мамаев. 2-0. Спустя еще 7 минут снова пенальти. Только теперь шанс забить был у финнов. Но вот удар Эрфана Зинили пришелся в штангу. Даже после такого досадного промаха гости не прекратили атаковать и наградой за их усердие стал гол в ворота Краснодара. Ошибся на выходе Андрей Дикань, а Осман Джалоу головой сократил отставание в счете. 2-1. В оставшееся время быки продолжали спокойно проходить среднюю линию гостей, будто бы полузащитников и вовсе на поле не было. Игра для нас началась отлично. Мы уже вели на 10-й минуте 2-0. То есть первые 10 минут отыграли очень хорошо. Затем немного расслабились и выдали не очень хороший отрезок игры. С первых минут второго тайма черно-зеленые продолжили подбирать ключи к воротам соперника, раз за разом вскруживая головы финским защитникам. А вот отрезок с 57-й по 63-ю минуту финская команда долго еще будет помнить. За 7 минут игрового времени Краснодар в клочья разнес оборону гостей, забив 3 безответных мяча. Начало разгрома положил Федор Смолов, забивший с пенальти. 3-1. Через минуту после выхода на замену Франсишку Вандерсону удался красивый дальний удар. Мяч попал точно влево нижний от вратаря угол. 4-1. Завершил разгром опустошенных северных гостей Юрий Газинский, оказавшийся первым на добивании. 5-1. Крупная и уверенная победа Краснодара. Во втором тайме мы еще добавили. И плюс я думаю, что они подсели тяжело все-таки держать такой темп. И я думаю, что заслуженно победили. Просто еще раз повторюсь, наверное, уже они не смогли просто успевать за нашими нападающими, за нашими быстрыми атаками. Стоит отметить, что счет в матче мог быть крупнее. Да и пропустить краснодарцы также могли. Впрочем, такого перевеса быкам вполне должно хватить для спокойствия во встрече ответной выездной и выхода в основную сетку Лиги Европы. Владимир Черкашин, Денис Соколов, Кубань-24. И я, наверное, добавлю, что пару раз от финских ударов российский каркас ворот сотряснулся, но мяч в итоге не попал. И опять один закономерный результат, благодаря которому можно, наверное, быть абсолютно уверенным, что Краснодар дальше в групповой этап Лиги Европы пройдет. Но для этого все равно перед этим нужно в любом случае съездить на ответную встречу в Хельсинки. Вряд ли что-то помешает черно-зеленым победить в этой дуэли, но ехать все равно придется. Ответный матч назначен на 27 августа. Стартовый свисток на стадионе Сонеро прозвучит в 20.00 по Москве. И вот также на следующей неделе, но уже в пятницу, мы узнаем имя соперников Краснодара по групповому этапу Лиги Европы. Сглазить не боюсь, потому что возможность финнов отыграться не верю вообще. Но все-таки чудеса в футболе, Константин, бывают. И одно из таких чудес произошло как раз в четверг в плей-офф Лиги Европы. В Норвегии, в маленьком городке Шиена, местный клуб Отт в первом матче раунда плей-офф принимал на своем поле грозную знаменитую Дортмундскую Боруссию. Начало встречи получилось катастрофическим для немецкой команды уже на первой минуте. Бесстрашные викинги открыли счет в матче. Красивый удар головой получился у Йони Самуэльсона. Затем свое преимущество хозяева довели до разгромного. 3-0 к всего лишь 22-й минуте игры. Результат сенсационный. Скажете вы, можно спокойно доигрывать и настраиваться на ответный поединок. Однако, подопечные Томаса Тухеля сумели собраться и сделать, казалось бы, невозможное. Начали одним ответным мячом, в первом тайме продолжили во втором. Японец Синзи Кагава сократил отставание в счете до минимума 3-2. А вслед за ним габонец Пьера Мерико Абамиянко восстановил равновесие в игре, оформив дубль 3-3. Ну и наконец, на 85-й минуте армянин Генрих Махитарян добывает волевую победу. Желто-черные 4-3. Самый свежий, так сказать, не остывший еще камбэк с сегодняшнего выпуска. Мы, кстати, вот таких чудесных подвигов или камбэков, как Маша сказала, действительно, так их все называют. К ним будем постоянно сегодня возвращаться, постоянно о них будем вам сегодня рассказывать. Я вас уверяю, будут фантастические просто достижения, так что дождитесь. Ну а сейчас все-таки хочется вернуться к футбольному клубу «Краснодар», с которого мы сегодняшний выпуск и начали. Сразу три футболиста-горожан в пятницу получили вызов сборной России на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2016 против Швеции и Лифтенштейна. После долгого перерыва возвращается в национальную команду. На данный момент, по моему мнению, лучший игрок «Краснодара» это Федор Смолов. Компанию черно-зеленому нападающему составит черно-зеленый полузащитник Павел Мамаев. Ну а в опорной зоне российской национальной команды, я надеюсь, наконец-то дебютирует Юрий Газинский. Он в список Слудского также попал. Со шведами добавлю, что наша команда сразится дома 5 сентября с Лифтенштейном на выезде 8 числа. Ну а всего в состав команды вызвано 24 человека. Большинство по 5 футболистов представляют, что, наверное, неудивительно, ЦСКА и московский «Спартак». И на тему сборной России, на тему Лигы Европейской в понедельник на телеканале «Кубань-24» поговорят ведущие проекта «Трой» в гетрах «Не считай собаки». Конечно же, Константин в их числе. Кость, все-таки программа, соглашусь, супер-суперинтересная, суперфутбольная. Но не поздновато ли 23.45? Вот, например, прошлого эфира я не дождалась, уснула. Аж не нужно лгать, прошлый эфир ты дождалась. Почему-то во вторник с утра мне все уши прожужжало о том, что мы там не порассказывали. В общем, я соглашусь, поздновато, и даже хорошая новость по этому поводу есть. Вот в этот понедельник в 23.45 программа выйдет в последний раз. Ну а в дальнейшем, с 31 августа, мы начнем выходить в 23.00. Вот такое вот удобное время. Но давайте о ближайшей программе все-таки пару слов к тому, что сказала Маша, добавлю. Конечно, мы и сборную России обсудим, и Лигу Европы, конечно же, тоже. Ну и обсудим матчи шестого тура чемпионата России. В частности, поговорим вот об этой встрече, которая в воскресенье в Краснодаре пройдет. Сейчас она появится на наших экранах. Итак, футбольный клуб Краснодар на стадионе Кубань в 20.00 принимает футбольный клуб Мордовия, одного из аутсайдеров премьер-лиги. В понедельник в 19.00 свой матч шестого тура проведет Кубань. Желто-зеленые постараются наконец-то победить впервые в сезоне. Соперник, кстати, также пока не очень удачно выступает. Это крылья советов. Единственное, что есть на стороне клуба из Самары, собственно, Самара. Именно она примет эту битву. О ней мы в программе «Тро и в гетрах», конечно же, подробно поговорим. Еще раз напомню, стартуем в понедельник в 23.45. И мы как раз к новостям, связанными с «Желто-зелеными». Этот выпуск и продолжим. Апопея вокруг Шарля Кабаре, похоже, достигает своего апогея. Главный тренер «Желто-зеленых» Дмитрий Хохлов заявил, что 10-й номер Кубани дал ему понятие о нежелании играть за команду. Еще на втором сборе перед началом чемпионата. Позже гендиректор клуба Валерий Стаценко отметил, что не слышал о нежелании Кабаре выступать за Кубань. По его словам, футболист восстанавливается после травмы. И пока рано говорить о будущем Кабаре. Но и все же, ссылаясь на интернет-порталы и форумы, игрок сборная Буркина-Фасо намерен покинуть Кубань. Так или иначе, развязка этой истории совсем скоро. До закрытия трансферного окна остается меньше двух недель. Но, тем не менее, Кубань в любом случае на трансферном рынке просто так не стоит. Новичков клуб подписывает. Один из этих самых новичков, Владимир Лобкарев, воспитанник «Желто-зеленых», дождал своего часа и теперь он официально представляет Краснодарский клуб. Ждал он этого по меньшей мере 10 лет. Иван Полехин о терпеливом 21-летнем защитнике футбольного клуба «Кубань». Кажется, что у Лобкарева даже кровь «Желто-зеленая». Судите сами, в клубной системе «Кубань» он уже больше 10 лет. Сам родом из Новороссийска, в 7 лет вместе с родителями переехал в Гулькевичи. Там и начал заниматься в интернате Краснодарского футбольного клуба. И вот спустя 10 лет Лобкарев подписал свой первый контракт с любимой командой. Эмоции крайне потрясающие, можно так сказать. Я еще с детства попал в резерв и поставил себе цель, чтобы попасть в основную команду Краснодарского края. Все хорошо, я очень рад. Путь до основного состава «Кубани» был отнюдь нелегким. Владимир долгое время играл в дубле, а когда пришло время переходить во взрослый футбол, его отдали в аренду в торпедо из Армавира. Отыграв там сезон, Лобкарев вернулся в родной клуб и дебютировал за него в матче Кубка России против Рязанской звезды. Тогда Владимир вышел в основном составе, но сам он больше вспоминает следующую свою игру в желто-зеленой футболке. По-моему, у меня останется в памяти навсегда. Это было на Мистале, это была Лига Европы, мы играли с Валенсией. И просто там незабываемые впечатления, как бы нам вышло на 79-й минуте, и еще и удалось как-то проявить себя и поучаствовать в голевой атаке. Тогда в Испании Владимир действительно проявил себя неплохо. Но несмотря на это, следующий сезон он снова провел в аренде и снова в Армавире. Причины второй командировки Лобкарев видит только в себе. Может быть, немножко был как бы сыроват, может быть, немножко где-то эмоции преобладали над разумом, немножко была суета, но ничего, сделал выводы, поиграл немножко во второй лиге, там все-таки уже взрослый футбол, вот, забивал, отдавал голевые, рос, как футболист старался изо всех сил. Ну и вот, мне дали второй шанс. Своим вторым шансом он намерен воспользоваться. Тем более, что инициатива оставить его в команде исходила от главного тренера Дмитрия Хоклова. Мы с ним разговаривали на эту тему, вот, на что он мне сказал, то, что там за неделю тренировок в команде у него сложилось, ну, хорошее впечатление обо мне, вот, и он сказал, хотелось бы, ну, дальше посмотреть, поработать. В составе Кубани Лобкарев будет играть на позиции крайнего защитника. Правда, до того, чтобы появляться на поле регулярно, Владимиру еще работать и работать. Сами понимаете, конкуренцию у Романа Бугаева и Станислава Манолева выиграть будет очень и очень непросто. Иван Полейкин и Лев Коновалов, Кубань-24, Краснодар. Согласитесь, наверное, что впечатление молодой человек, которого мы только что в сюжете увидели, вызывает исключительно положительное. Ну, кстати, Лобкарев в Европе, в международных встречах, не только в матче за Кубань на поле появлялся Владимир. Между прочим, серебряный призер недавно завершившегося студенческого чемпионата Европы. В общем, есть у нас отличная футбольная молодежь, а вот такой же молодежи, но только хоккейной, в следующем сезоне мы, к сожалению, не увидим. След за хоккейным клубом Кубань, который пропускает этот сезон высшей хоккейной лиги со своего первенства, с первенства молодежной хоккейной лиги, с Нелиси Беркут и Кубани. Изначально клуб фигурировал в МХЛ, но в последний момент из-за кончательной заявки пропал. Почему на этот вопрос в эксклюзивном интервью нашему телеканалу ответил генеральный директор хоккейного клуба Кубань. Давайте послушаем. Официально мы заявляться и играть в чемпионате 15-16 в МХЛ не будем. Моя поиска в Москву состоялась, но, к сожалению, не удовлетворительно. Мы не предоставили лиге нужные документы, которые, казалось бы, были как формальностью. Но мы не смогли их предоставить в силу разных обстоятельств. Да, самое главное – это финансовый вопрос, подтверждение. Кстати, до сих пор не решен вопрос и с хоккейной Кубанью. Задолженность перед теперь уже бывшими хоккейстами клуба по-прежнему существует. Но гендиректор Кубань уверен, в скором времени вот эта тема будет закрыта. Самая главная наша задача – это погасить зарплату. За зарплату, за должность перед игроками, перед административным корпусом, тренерский штаб. Вот, все для этого делается. Со стороны руководства клуба, со стороны администрации края, да, привлечения каких-то спонсоров, ну, шанс есть, да, шанс есть. И он велик. Несмотря на все сложности, полностью из Краснодара хоккей не исчезнет. При ледовой арене продолжит функционировать центр спортивной подготовки номер 6, где в настоящее время тренируется около 500 детей, да и сама арена пустовать не будет. Здесь обещает проводить матчи любительской хоккейной лиги. Ну, получается, если говорить о хоккеистах-профессионалах, у нас в крае теперь функционирует один. Один профессиональный клуб, да. Один профессиональный клуб – это клуб Сочи, который завершил подготовку к новому сезону в КХЛ. На этой неделе «Южане» сыграли на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге. В первой встрече с местным «СКА» леопарды были разгромлены 2-5. Во втором матче удалось победить финский «Ёкерит» 2-1. А, наконец, третья встреча с Северсталью вновь в нашу пользу сложилась. Первыми счет открыли «Южане» под занавес стартового периода. С придачей «Щитова» отличился Кузнецов, реализовав большинство. Второй игровой отрезок череповецкие хоккеисты начали активнее и в итоге отыгрались. На последних минутах третьего периода команды обменялись голами. На точный бросок череповчанина Монахова ответил сочинец Вярн. В овертайме отличиться не удалось ни одной из команд. И вот в серии буллитов удачнее, а все-таки оказались сочинцы 3-2 и второе место по итогам всего турнира. Ну а на носу, можно сказать, другой турнир уже официальный, долгожданный регулярный чемпионат. Континентальная хоккейная лига на юг приходит во вторник. 25 августа «Леопарды» на своем льду сразятся с хоккейным клубом «Лада» в матче открытия сезона. 27 числа играем с казанским «Акбарсом». Ну а 31 августа ждем встречи с ярославским локомотивом, с не очень хорошим для нас ярославским локомотивом, который весьма и весьма потрепал наши нервы в прошлом сезоне. И любителям хоккея, внимание ваше привлекаю следующими словами. Все три домашних матча стартуют в 19.30, так что планируйте время так, чтобы в вашей жизни было место и для большого хоккея. Но есть еще одна новость. Имеящее отношение к старту нового хоккейного сезона, Министерство спорта России утвердило лимит на легионеров для российских клубов, выступающих в КХЛ. Согласно новому лимиту, в команде допускается участие не больше пяти легионеров, в том числе только один вратарь. В хоккейном клубе «Сочи», кстати, с лимитом все в порядке. Ровно пять иностранцев. А вот в высшей хоккейной лиге могут выступать не больше четырех. Но это к краснодарскому клубу «Кубани» уже неприменимо, так как грифоны пропускают предстоящий сезон. А вот в молодежной лиге введен полный запрет на иностранных игроков. Но и эта новость, увы, также не касается клуба «Дверхота Кубани». Впрочем, об этом мы уже поговорили. Ну что ж, разбавим наш не очень такой веселый пока хоккейный блок более веселой информации. Я напоминаю, что мы сегодня рассказываем о фантастических вещах, которые встречаются в мировом спорте. И как раз о хоккейном чуде хотим рассказать. Вспомните, наверное, несколько минут назад мы о футбольной фантастике рассказали, когда Дортмундская Боруссия, уступая по ходу матча 0-3, смогла переломить ход матча и выиграла со счетом 4-3. Так вот, в хоккее, господа, случаются и более чудесные вещи. Итак, в финале чемпионата мира среди молодежки в 2011 году в американском городе Баффало встретились самые непримиримые соперники в истории мирового хоккея – Канада и Россия. Этот легендарный матч уже называют величайшим камбэком молодежного и мирового хоккея, русским чудом на льду. Ибо ранее ни одна российская команда не побеждала, уступая в счете по ходу игры с разницей в три шайбы. На экваторе сражения века мы по всем статьям уступали канадцам 0-3. Что сказал в перерыве нашей молодежки главный тренер Брагин неизвестно, но на льду появилась абсолютно другая дружина. Артемий Панарин и Максим Китцин в течение 13 секунд сделали оставание минимальным. Затем Владимир Тарасенко восстановил паритет, а за пять минут до финальной сирены снова Панарин вывел россиян вперед 4-3. Но этого оказалось для нашей сборной мало. Никита Двуреченский с висящим на плечах защитником просто издевательски послал шайбу в домик галкиперу из стороны кредомых листьев. 5-3 мы чемпионы мира вот в таком матче. Вот тут у нас сегодня еще подобные истории, но пока история не менее чудесная, но из другой возможно сферы. Легендарный Рой Джонс младший скоро станет нашим земляком. Боксер снова заявил, что хочет стать гражданином России. Но на этот раз желание было озвучено не на встрече с прессой, а в ходе личного общения с президентом нашей страны. Владимир Путин согласился помочь агент ПАК-американца Владимир Хрюнов рассказал, что Рой будет жить в Белореченске. Причина проста, именно в этом кубанском городе живут родители Хрюнова. Напомню, что в крае боксер уже бывал. В прошлом году в Краснодаре экс-чемпион мира провел один из своих поединков. Само собой, Рой Джонс будет гостем на различных спортивных мероприятиях, на различных бойцовских вечерах, которые очень часто у нас в Краснодаре на Кубани проходят. Это, конечно же, и боксерские какие-то поединки, это и мероприятия по смешанным единоборствам. Ну, как раз вот таким мероприятием мы завершим второй блок нашей программы. Первый блок, извините. Шестой этап турнира Prime Selection на этой неделе прошел в Краснодаре. Причем не только на бои можно было во Дворце Спорта Олимп посмотреть. Победа на ринге ради большой любви. Один из участников гран-при Михаил Демидов после удачного боя сделал своей девушке предложение прямо на ринге. О чем еще запомнится полуфинал и когда ждать решающих финальных сфаток, расскажет Евгений Резник. На протяжении всего лета бойцы из самых разных видов единоборств сражались за победу в престижном бойцовском турнире Гран-при Prime Selection. Сегодня вторые полуфиналы и предпоследний этап. Зрители Олимп увидят 10 поединков. Ну, а вернуться сюда любители смешанных боев смогут осенью. Точной даты проведения финального раунда Гран-при Prime Selection пока нет. Впрочем, и в полуфиналах было на кого и на что посмотреть. И это еще мягко сказано. В весовой категории до 66 килограммов Александр Дурыманов уверенный фаворит. Хотя по ходу его полуфинальной схватки с Ержаном Естановым в победе краснодарца были большие сомнения. Казахстанец вчистую выиграл первый раунд и даже заставил судью прервать бой. У Дурыманова от удара затек глаз. Как-то пальцем попал, помутнел глаз. Потом еще все говорят бей, а я еще помутнение было. Потом уже чуть восстановился глаз. Судья сразу дал добро продолжить? Да, судья грамотный, хороший судья. В дальнейшем Естанов продолжил из партера набирать очки. И когда казалось, что все идет к его победе, закончился бой вот так. Александр в финале и теперь в октябре сразится с Романом Авдалом из Новороссийска. Похожим по сценарию на бой Дурыманова вышел поединок и в самой тяжелой весовой категории. Свыше 93 килограммов, где сошлись Демидов и Мекинкин. Бой получился изматывающим для обоих спортсменов и шел до первого точного удара. К радости зрителей попал краснодарец Демидов. Вместе с попаданием в финал Михаил попал и в сердце своей возлюбленной. В супербою Федор Дурыманов и Бесланов Ашагов выдали на ринге настоящий спектакль. Дурыманов младший брал резкими скоростными ударами. Беслан был хорош в партере. Казалось, Дурыманов должен был побеждать по очкам. Судьи решили иначе. Ничья. Оба спортсмена с их вердиктом не согласились. Эти корявые удары, это не считается. Это не бал. Со мной все согласятся. Я этот бой выиграл 100%. Первый раунд я проиграл. Ну, теперь 2-3 балла я не взял, короче. А так последние два раунда 100% я выиграл. Пока, говорит, большинство судей и, в принципе, весь зал говорят, то, что победа была за мной. Будем сейчас командой, бойцовской командой Кузни и командой профессионально смешанных единоборств в Айспире подавать апелляцию. Первая ничья в турнире подвела красивую черту под отборочными раундами гран-при прайм-селекшн. Впереди только титульные бои, где никаких компромиссов уже быть не может. Евгений Резник, Антон Калиниченко, Кубань-24, Краснодар. На телеканале Кубань-24 продолжается итоговый выпуск программы «Спортивные факты». В студии для вас по-прежнему работают Константин Перминов и Мария Фалькова. Мы здесь, мы никуда не убежали. Ну и продолжаем второй блок программы с темы, которую обсуждали еще в блоке. Номер один – это чудесные спортивные истории, чудесные спортивные камбэки. Кстати, насчет «Никуда не убежали, убежишь из тебя». Мы действительно уже увидели, что случаются фантастические вещи, случаются чудеса в футболе и хоккее. Примеры Дортмундской Боруссии и молодежной сборной России по хоккей вам показали. Ну а сейчас и камбэк, который совершили баскетболисты Юты Джаз. 27 ноября 1996 года в Солт-Клейд-Сити в игре регулярного чемпионата NBA Юта во главе с легендарным Карлом Меллоуном принимала Денвер Наггетс. Пропустить за первую четверть целых 37 очков хозяева точно не рассчитывали, однако ответить смогли лишь 19. Второй игровой отрезок ситуации на площадке также не изменил. Гости контролировали игру, отгрузили еще 33 очка в корзину джазменов. В начале третьей четверти разрыв в чете достиг невероятных 36 очков в пользу Денвера. Ну а у тренера Юты, Джерри Слоуна и трех лидеров команды Карла Меллоуна, Джона Стоктона и Джефф Харнасика самолюбие взыграло настолько, что им удался самый большой камбэк в истории NBA. У команды из штата Мормонов получалось абсолютно все. В третьей четверти джазмены набрали 36 очков, ну а в четвертой мало того, что догнали соперника, так еще и вырвали победу под занавес матча. 107-103, таков итог шокирующей и уникальной битвы. Лучшим игроком матча был признан почтальон, то есть Меллоун на его счету дабл-дабл, 31 очко, 17 подборов, плюс 6 результативных передач. Вот такой чудесный баскетболист, вот такой вот чудесный матч. Ну, наверное, в том числе за такие вот случаи и стоит любить спорт, и стоит быть в спорте. Впереди вас ждет еще пара подобных историй, но, конечно, не забываем, что мы не только в прошлое возвращаемся, но и о делах настоящего говорим. А в настоящем у нас главное событие спортивного августа. Это пекинский чемпионат мира по легкой атлетике. В ночь с пятницы на субботу он стартовал и борется за медали 10 кубанских спортсменов. Обо всех по нескольку слов я уверена, что Константин скажет. Знаешь, Мария, я могу по многу слов про каждого сказать, но не буду. Вот победят будем говорить по много, а пока по несколько. Итак, давайте посмотрим, кого в Пекине будем поддерживать больше всего. Это, конечно же, наш барьерист Сергей Шубенков. От него мы ждем исключительно медаль. Смотрим дальше в секторе для прыжков в высоту. У нас есть Даниил Цыплаков, за которого мы тоже болеем. Далее у нас еще один прыжковик, но прыжковик в шестом. Александр Грипич, воспитанник школы Славянска на Кубани, за которого, конечно же, болеем. Дальше два человека сейчас появятся на наших экранах. Это люди, которые прыгают тройным прыжком. Дмитрий Сорокин и Екатерина Конева, между прочим, действующая чемпионка мира. Смотрим дальше. Толкание ядра и Александр Лесной. От которого мы давным-давно не видели наград, но, в общем, ждем. Дальше незаменимый для сборной 10-борец Илья Шкуренев. Извините, за него мы тоже держим крепко кулаки. Как и за следующую девушку, которую зовут Нина Морозова, она представляет женский барьерный спринт. Ну и всеми любимые супруги-копьеметатели Дмитрий Тарабин и Мария Абакумова также выступят в Пекине. От них ждем хороших новостей 100%. Ждем, конечно же, как сказал Константин, от наших легкоатлетов только хороших новостей. А теперь о новостях, о новостях отличных, которых мы уже дождались. Кубанские школьники старели третьими в стране. Они выиграли бронзу в общем зачете всероссийской летней спартакиады. Причем в тройку призеров. Наш регион вернулся спустя 12 лет. С первых же дней соревнований безусловными лидерами стали команды Москвы и Санкт-Петербурга. А кубанские спортсмены боролись за третью строчку с Московской областью. И в итоге борьбу эту выиграли. Еще раз повторю, этот успех для Кубани стал первым за 12 лет. В 2003 году атлеты из Краснодарского края заняли первое место на спартакиаде. С тех пор южане трижды были пятыми и дважды четвертыми. Если говорить о результатах в отдельных видах спорта, то золото наши ребята завоевали в пляжном волейболе, в вольной борьбе, в юношеском гандболе, в самбо, в шахматах, в волейбое женском и в дзюдо. Вторые места в юношеском баскетболе, в женском футболе и в прыжках на батуте. И, наконец, третье место мы завоевали в гребле, на байдарках и кануэ, в женском гандболе, в парусном спорте, в настольном теннисе, в мужском и в женском теннисе. А вот так выглядит итоговая таблица всероссийской спартакиады. Как видите, две столицы, официальная и северная, оторвались от остальных на приличное количество баллов. Кубань же, которая заняла третье место, всего на одно очко, но опередила Московскую область. К слову, именно этому региону мы выступали в 2011, в 2013. И вот, наконец-то, обошли. Это же постараемся сделать в 2017 году. Спартакиада учащихся России проводится один раз в два года. И есть нам в чем прибавить. Где-то мы прогнозируемо выступили неудачно, но кое-где наши ожидания не оправдались. Например, в соревнованиях по тяжелоатлетике. В Анапе финал спартакиады по этому виду спорта прошел. На протяжении восьми соревновательных дней за награды турнира сражались 235 спортсменов из 48 регионов страны. Настоящая драма разразилась у юноши в весовых категориях до 77 и 85 килограммов. В Краснодарский край здесь представляли двое тяжелоатлетов. Дмитрий Охрименко и Юрий Артамонов. Оба считались перед началом чуть ли не главными фаворитами в своем весе. И Охрименко в первой дисциплине рывке свой статус подтвердил, уступив лишь на 8 очков первое место питерцу Александру Урвачеву. А вот толчок Дмитрий откровенно провалило. Лишь одна его попытка из трех оказалась удачной. В итоге он лишь четвертый. А вот кубанец Юрий Артамонов в своем весе сумел завоевать серебро, уступив лишь питерцу Артему Пушмину. В общекомандном зачете первой стала команда Санкт-Петербурга. На втором Московская область бронза у Татарстана. У Краснодарского крайне неожиданно пятое место. На большее мы, конечно, в тяжелоатлетике рассчитывали, но за два года, думаю, подтянемся. И в 2017-м постараемся лидирующие позиции в тяжелоатлетике вернуть. Неплохо было бы вернуть и эти самые позиции в другом виде спорта, в хоккее на траве, где мы также вне призовой тройки. На спорте киаде учащихся наша сборная стала лишь восьмой из десяти. О причинах и вообще о кубанском хоккее на траве Евгений Резник расскажет. Со своей самой неудачной спорта киадой за последние годы они возвращаются на обычном рейсовом автобусе. Женская сборная Краснодарского края по хоккею на траве стала на турнире лишь восьмой. А были времена, когда кубанские школьники играли в хоккей на траве лучше всех в стране. Как-то была не уже смазана подготовка, не было поля. Все мы вышли из залов, что в Анапе теперь, что мы здесь. Сборы были не очень удачные. Не хватало сборов, не хватало участия в соревнованиях, не было игровой практики. Сейчас с игровой практикой проблем у юных хоккеисток нет. Пока погода и каникулы позволяют, они тренируются чуть ли не каждый день. Вот и сейчас, не успев вернуться, девушки отправляются на тренировку. Условия для тренировок не самые лучшие. Занятия проходят на футбольном поле. Нет соответствующих для хоккея ворот, нет разметки. Из обмундирования, клюшки и форма. Да и та чужая. Уже три года не имеем ни мячей. Вот покупаем, где-то вот Дончанка нам немножко помогает в связи с тем, что туда детей передали. Пять-шесть клюшечек там дали, там мячами снабжает. Форма немножко, пусть бэушная, но уже вратарская. Однако, даже несмотря на все сложности, и в этой команде есть талантливые девушки, выделяющиеся на фоне других. Речь о сестрах Тумасян из Крымского района. Младшая – центральный защитник, оплот обороны. Старшая играет в нападении. Она лучший бомбардир кубанской сборной на Спартакеаде. Гаяне уже сейчас хотят видеть у себя клубы высшей лиги. Приглашают в конце августа поехать поиграть за Ленинградскую область. В Казани будет происходить соревнование. Ну, как я согласилась пока, ну, позаниматься. Ну, я не знаю дальше, как я буду. Девятый класс, экзамены. Ну, может, буду ходить, а может, нет. Но постараюсь и учебой заняться, и спортом. Вид спорта этот, к слову, многие считают смесью двух самых популярных видов спорта в мире. Футбола и хоккея с шайбой. От первого – зеленый, ну, правда, искусственный газон и количество игроков. По 11 в каждой команде. От второго – прежде всего клюшка, которая, конечно, имеет свои нюансы. По одной из легенд, прародителем современной клюшки является устройство, при помощи которого пастухи много веков назад управляли своим скотом. Сейчас с помощью клюшки играют в три вида хоккея – на льду, с мячом и на траве. Конечно, каждый из этих видов спорта имеет свои правила и свои особенности. Например, в хоккее на траве мячом можно управлять только одной стороной клюшки. Обратной – нельзя. Если ты касаешься ею мяча, игра останавливается и засчитывается нарушение. Желание овладеть премудростями хоккея на траве у кубанских хоккеисток хоть отбавляй. Но для того, чтобы они развивались и добивались успехов в Краснодарском крае, нужны соответствующие условия. Пока в этом плане региону есть куда расти. Евгений Резник, Геннадий Шапошников, Кубань-24, Крымский район. И к событиям недели, но очень, наверное, приятным. Олимпийский вальс стал свадебным. Фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания двукратных олимпийских чемпионов состоялась в Москве на крыше отеля с видом на Красную площадь. На торжественную часть были приглашены только близкие люди молодоженов. И, кстати, невеста оставила свою фамилию. Но стоит напомнить, что прошлый сезон олимпийские чемпионы пропустили из-за травм Максима. Работы накопилось много, сезон не за горами. Именно поэтому Траньков и Волосожар совместят свой медовый месяц со сборами в Сочи. Именно в Сочи нам с Максимом и Татьяной удалось пообщаться определенное время назад. Тогда они еще парой себя называли только на льду. Но, в принципе, очевидно было, что не только фигурное катание их объединяет. Впрочем, это мои домыслы. Но своеобразную историю любви мы все-таки попытались написать. И прямо сейчас вам ее предоставляем. Я отвечаю за работу партнера, Таня за работу партнерши. Так однажды ответил Траньков на вопрос о ролях в их паре и продолжил. Если серьезно, то обязанности распределены. Как показывает результат двукратных олимпийских чемпионов, каждая свою роль выполняет хорошо. Таня, она у нас, в нашем двете, она выполняет роль менеджера, например, скажем так. То есть все наши дела ведет Татьяна, то есть какие-то внеледовые. То есть то, что касается на льду, какой-то работы, там какого-то творчества, то там, наверное, больше я. Ну, а если говорить о семье, первой скрипкой, наверное, будет тоже Максим. По крайней мере, в ходе интервью именно он отвечает на большинство вопросов. Вообще быть лидером Траньков привык с детства. Это нравилось не всегда и не всем. Вероятно, именно поэтому до совместной карьеры с Татьяной он поменял шесть партнерш. Дольше всех семь лет рядом с фигуристом была Мария Мухортова. Лебединой песней дуэта стало выступление на чемпионате мира в 2010 году. Результат – провальное седьмое место. После турнира спортсмен сообщил о распаде из-за отсутствия взаимопонимания. Естественно, я ей очень благодарен, что мы с ней такой большой путь. Мы семь лет прокатались вместе. Но все это время, когда мы катались, рядом каталась за сборной Украины Татьяна Волосожар со своим партнером Станиславом Морозом, который ныне наш тренер. Когда я их видел, я видел, что это идеальная для меня партнерша не только в плане антропометрических данных, но и мы просто банально одинаково делали элементы. Вообще Транькова и Волосожар хотели видеть вместе задолго до 2010 года. В интернете и кулуарах фигурного катания люди постоянно говорили о том, как хорош был бы дуэт Максима и Татьяны. Специалисты в один голос твердили – они должны кататься вместе. Но сами фигуристы, на удивление, не замечали этих разговоров. У нас еще в 2006 году пытались поставить в пару, но это все осталось на уровне разговоров. Поэтому до нас эти, можно сказать, слухи не дошли тогда. Ну, возможно, мы бы катались и раньше. Дебютировали будущие олимпийские чемпионы в октябре 2010 года и сходу победили на этапе Кубка России. Затем первое место на чемпионате страны и серебро мирового первенства. За Кубайн дуэт начал выступать в 2013 году. В Краснодаре Максим и Татьяна несколько месяцев готовились к первой совместной олимпиаде вплоть до самих зимних игр. Мы просто, в хорошем смысле слова, обалдели от того, насколько спортивные комплексы оборудованы, как это все сделано удобно и хорошо. То есть, грубо говоря, в Москве нет. В Москве тоже очень хорошие условия для спортсменов созданы, но такого, как в Краснодарском крае, нет. Хорошие условия и огромная мотивация на домашней олимпиаде помогли паре дважды стать победителями. На этом успехи не закончились. Траньков стал знаменоносцем сборной России на закрытии зимних игр. Для меня самый, наверное, все-таки момент такой приятный от олимпийских игр и такой важный, это когда все-таки я нес флаг, наверное. Потому что, когда я вышел на стадион, и видел это огромное количество людей вокруг и огромное количество флагов других стран, я знал, что весь этот стадион, он смотрит на меня, потому что я несу этот флаг именно этой страны, в которой мы находимся. После того, как пара выиграла в фигурном катании все, она взяла перерыв. От спортивных успехов фигуристы перешли к успехам личным. Максим и Татьяна сыграли свадьбу. На лед дуэт возвращается в этом году. Нынешний олимпийский цикл, по словам спортсменов, станет последним в их карьере. Все-таки теперь уже нужно заниматься семейными делами. Евгения Сокмаркина, Асланбек Бадаев, Кубань-24. Еще один герой Сочинской Олимпиады, герой нашей программы. Двукратный чемпион игры, бобслиист Алексей Воевода, слов на ветер, ну просто так, не бросает. В начале лета Воевода заявила о том, что уходит из большого олимпийского зимнего спорта и возвращается в свой любимый армспорт. А то и последние месяцы Воевода всего себя посвятил армрестлингу. Спортсмен ездит по России и делится своим опытом, своими знаниями с другими, более опытными, менее опытными спортсменами. Очередной остановкой для Воеводы стал Красноармейский район, где прошел открытый Кубок Края по армспорту. Туда отправился, но бороться почему-то не стал. Наверное, руки пожалел наш корреспондент Владимир Черкашин. Краевой турнир по армрестлингу из событий рядовых событием интересным становится, когда в зале появляется Алексей Воевода. После долгой паузы трехкратный чемпион мира по армрестлингу возвращается в большой армспорт. Это очень здорово, что есть такие центры. Это очень здорово, что есть много горящих глаз, которые хотят изменить свою жизнь, изменить свою жизнь по лучшему. Это очень здорово. И мы должны это, скажем так, прокачивать, это культивировать. Вот, собственно, для культивации вот этих вот ценностей я, собственно, здесь и присутствую. Воевода, к слову, приехал как тренер со своей сочинской командой. И прибыли его подопечные защищать титул сильнейших армрестлеров края. Тогда такой наставник, нужно стараться выкладываться. Это главная мотивация. Я думаю, для всех так было бы. Поэтому приложим все усилия и будем работать дальше. Это только начало. Здесь, на открытом кубке, главные конкуренты сочинцев, представители краевого центра, которые на педестал поднимаются три раза. За бронзой, за серебром и за золотом. Единственный краснодарский чемпион Валерий Бязаров. Он побеждает в весовой категории до 80 килограммов. Честные эмоции перешкаливают. Ребята очень сильные, достойные соперники. Очень я рад, что я приехал сюда и поучаствовал. Удалось победить. Наверное, я чуть-чуть лучше. Подопечные воеводы на победу Бязарова отвечают тремя своими. Добавляют по одному серебру, бронзи и подтверждают звания сильнейших в крае. В командном зачете. А вот сильнейшим в личном становится Дмитрий Федотов из Славянска на Кубани. Апогей кубка соревнования в абсолютной категории. Когда за одним столом борются все призеры. И легких, и тяжелых дисциплин. В финале 100 килограммовый Федотов побеждает 90-килограммового майкопчанина Кесова. Боролся достойно, готовился к этим соревнованиям. Достойный был соперник. Он сильнейший выиграл. Я молился. Слава Богу. Но для Федотова это не последняя схватка. Еще одна против воеводы. Хотя полноценной эту дуэль назвать нельзя. Алексей показал сопернику, как лучше бороться. Не прислушаться к трехкратному чемпиону мира паром спорту нельзя. Несмотря на 10 лет бобслея. Бобслея это как космонавт. То есть ты дома присутствуешь два месяца в году. Вот занимаясь армрестлингами у меня есть время на все остальное. Поэтому естественно я занялся основой. У меня достаточно хорошая форма физическая. И поэтому естественно мне хочется бороться. Я поэтому вернулся. Неофициально возвращение можно сказать состоялось. А вот официально в старый новый спорт Алексей вернется через два месяца. В Лас-Вегасе в октябре легенда армрестлинга Воевода поборется с американцем Тимом Брестоном. Владимир Черкашин, Самир Гачаев, Кубань 24, Красноармейский район. Совсем скоро наш выпуск завершится. Но перед тем как попрощаться, эдакий волейбольный блок сейчас вам предоставим. В нашей традиционной рубрике «Игрой недели» вы сегодня увидите эксклюзивное интервью с легендарной Любовью Соколовой, капитаном Краснодарского Динамо. Но перед этим давайте о чудесах продолжим говорить. Напомню, что мы сегодня несколько таких впечатляющих в мировой истории спорта камбэков вам показали. Был у нас пример футбольной Дортмундской Баруси. Был пример молодежной сборной России по хоккею. Также говорили о баскетболе, о команде NBA Utah Jazz. Ну а сейчас мы вам покажем настоящее волейбольное чудо. Мы его, кстати, на прошлой неделе вспоминали, но почему бы не вспомнить еще раз. Тем более повод-то отличный. Итак, 12 августа 2012 года мужская волейбольная сборная обрела высшее олимпийское признание. На играх в Лондоне случился незабываемый фантастический волейбольный финал «Россия-Бразилия». Наши волейболисты по всем статьям уступали соперникам 0-2 и смогли переломить хоть матч, о который многие уже и смотреть, наверное, перестали. Изменения в игру внесли, конечно, нестандартные действия главного тренера Владимира Олегна. Наша команда довела игру до тайбрейка, одержала победу со счетом 3-2 и завоевала первое в своей истории олимпийское золото. Ну, мы вынуждены констатировать, что спортивные итоги на этом завершены. Вернее, вынуждены, наверное, уже попрощаться. Константировать. Константировать, да. Но через пару минут выпуск продолжит традиционная рубрика «Герои недели», о которой уже немного анонсировал Константин Перминов. Константировал Константин, да. Константин Перминов, да. Я еще раз, наверное, напомню, что «Герой недели» у нас – это неподражаемая, всеми нами любимая. Любовь Соколова, капитан волейбольного клуба «Динамо Краснодар». Ну, очень прекрасный собеседник, отличная мама и очень веселая волейболистка. Маша может часами говорить о Любови Соколовой, как, впрочем, и о других спортсменках. И это, наверное, хорошо. Действительно, к сожалению, наше время подходит к концу. Мария Фалькова, Константин Перминов свою беседу с вами заканчивают. Но оставайтесь на телеканале «Кубань-24». Впереди еще масса интересного. До встречи. Как рассказывает моя мама, я была очень подвижная девочка. И почему-то у нее все время просилось, чтобы она меня записала в спортивную школу. В любую причем, неважно в какую, я, главное, напрашивалась. Но у мамы постоянно не было возможности, потому что работа, дом, двое детей. Она набирала сто и говорила, здравствуйте, принимаете девочек семилетних? Нет, да? Ну, хорошо, тогда на следующий год, да? Ну, ладно, Люб, нет, не принимают на следующий год. Ну, а так я была такая, я очень любила ездить на дачу. Была такая озорной, коммуникабельной. Все время у меня были подружки, мальчики и девочки. Мы так бегали на даче, играли в салочки, разбойников, с хождением в лес, за грибами, за ягодами. Это было мое любимое занятие. Но не главное было пособирать ягоды, а главное было попеть, покричать и бабушке понудить. Бабушка, ну все, пойдем домой, пойдем домой. Вот это было самое любимое. Ну, то есть было как обыкновенное детство, в советское время. У меня не было выпускного. Почему? Ну, из-за того, что в 14 лет я стала заниматься профессиональным, я перешла в команду ЦСКА. И, как вы знаете, в профессиональной команде тренируешься и утром, и вечером. Я перестала ходить в школу. И так получилось, что 10 класс, у меня был этот завершающий класс, когда я сдала экзамены, а 11 я просто сдала экстерном и ушла из школы. Потому что уже не было возможности посещать школу, потому что тренировки, соревнования, поездки. Когда приход в школу был все-таки, он осуществовал, осуществовался. Я приходила, и учительница какая-нибудь новенькая смотрела, она говорит, ой, дети, познакомьтесь, у нас и новая ученица. Я говорю, я не новая, я старая, давно забытая старая. Поэтому у меня не было выпускного. Динамо Краснодар для меня сейчас мой клуб, мой дом, моя команда, моя работа. Здесь все происходит в этой команде. Поэтому Динамо сейчас это мой клуб, который находится в моей душе, за который я играю, за который я болею, за который я переживаю. И весь коллектив, это, наверное, семья, потому что большее время проводишь с ними в разъездах. Даже когда в Краснодаре это постоянно зал, тренировки, собрания, видео. И это, наверное, вот именно тот комочек, в котором ты сейчас крутишься, вертишься. С Силерджером у нас было очень хорошее отношение, мы друг друга понимали. Он мог доверить мне какие-то дела. Я очень доверяла ему, потому что знала, что как бы я на команду не влияла, или как бы я ни говорила, я понимала, что тренер меня поддерживает. У нас было с ним согласие во многом. Но так же, как и сейчас, с Константиновым Мушаковым, потому что не чувствую никогда, что какие-то у нас разногласия, или чтобы я не предприняла в раздевалке или там с девочками, он меня не поддержит или как-то не встанет на мою сторону. Девчонки все здравомышлящие, профессиональные и взрослые, понимающие, что для чего мы здесь собрались. Безусловно, бывают какие-то небольшие разногласия или какие-то непонятки, но приходится как и капитану, как и более взрослому игроку и прошедшего, наверное, уже видевшего больше, чем кто-то другой, подсказать или посоветовать, или даже попросить, иногда даже и заставить. Так что бывает все. Но это нужно делать, без этого нельзя. Я, я Любовь Соколова, потому что все-таки девичья фамилия, это останется навсегда, это ради фамилии моих родителей. И, безусловно, когда выходила замуж, хотелось играть под фамилией мужа, потому что все-таки меняется статус уже. Но постоянно возвращалась после года-два, я понимала, что нет, лучше вернуться, особенно в сборную, когда я играла в сборную. Для меня это было важно, потому что в клубе можно было играть под любой фамилией все равно. А в клубе, в сборной мне хотелось играть под своей фамилией, и поэтому, так как разрешалось менять на майках фамилию, я была все-таки под фамилией Соколовой. Ну и до сих пор под ней играю, хотя по паспорту я Шишкова. Дед, читала, что все-таки подумаете официально вернуться в Соколову? Официально? Нет, официально нет, не было такого. Это единственное, у меня что-то сын вдруг как-то один раз заговорился о том, мама, можно мне поменять фамилию? Я говорю, здрасте. Я говорю, я не меняю фамилию, потому что осталась с тобой, однопамильца, а ты тут вдруг собрался. Что-то он подумал, подумал, ну ладно, не буду тогда, поэтому нет. Сын самое любимое, самое дорогое, самое драгоценное, гордость, наверное, моя все-таки. Вырос большой уже, самостоятельный, учится в школе, в загранице. Я его отправила два года назад, поехали, нашли школу в Швейцарии, вот он теперь учится там самостоятельно, живет и учится. Когда он только уехал, первые полгода было очень тяжело, очень для меня, наверное, и для него тоже, потому что за, получается, сколько, за 14 лет? Нет, за 16. Все время вместе-вместе. И когда вот он уехал, было какое-то опустошение у меня. А у него, конечно, была, наверное, нервность какая-то, потому что он мне все время звонил, я больше не могу, мне здесь только учиться надо, здесь никуда даже сходить нельзя. Я говорю, а для чего ты туда поехал? Гулять или что? Он такой, ну, не знаю, мама, ну, так нельзя, тут такая нагрузка. Я говорю, соберись ты для этого туда приехал. В его жизни есть спорт? Нету. Профессионального нет, есть любительский, так как занимался он и баскетболом три года, и баскетболом три года, когда я ему говорила, у тебя волейбол в крови, ему не надо заниматься, тебе надо просто приходить на тренировки, не надо учиться, да, тебе он в крови, иди и играй. Ну, вот никак не могло, то у него там все болит, то ему команда не нравится, то, то, то все, в общем, нет. А вот вы когда-нибудь представляли себе мамой профессионального спортсмена? Нет, наверное, нет. Хороший вопрос, я даже, наверное, не задумывалась никогда, потому что для меня, ну, если бы он был профессиональным спортсменом, мне бы было в радость, и в данной ситуации он не профессиональный спортсмен, но тоже мне радостно, то есть как-то я никогда не задумывалась, и не ставила себе цели, мне почему-то хотелось время, чтобы он определился. Значит, 2006-й, это был, наверное, такой, самый тяжелый год, потому что мы даже не надеялись на то, что мы сможем из своей группы выйти. У нас очень была тяжелая группа, и у нас была очень важная игра с Китаем. А Китаем мы никак не могли обыграть. Я помню, у нас был тренер Капрара, итальянец, он готовил нас только к этой игре, вот я в группе, он сказал, что если мы выиграем эту игру, мы пройдем дальше. И у нас была вот цель выиграть именно эту игру. И вот у нас игра с Китаем, мы ее выиграли, очень тяжело, мы ее выиграли, еще там 3-1, но очень была тяжелая игра. И вот когда мы вышли из группы, вот здесь у нас какое-то приподнятое состояние было, и вот мы как-то, наверное, всей командой почувствовали это, что мы можем. И вот добрались до финала, а в финале эти 5 партий были очень, очень нервными, даже ссорами на площадками. Но в конце концов, когда мы забили последний мяч, все потом позабылось, друг друга просили прощения, радовались. А в 2010 году, не знаю, я вот, лично для меня была понятна вся ситуация, я знала, что мы сильнее всех остальных команд, и мы играли уверенно, очень у нас беспроблемно было. И вот в финале, конечно, опять же мы встретились с бразильцами, и опять 5 партий. И я вот помню, все-таки очень было много молодых игроков, которые принимали первый раз участие, и в раздевалке были разные разговоры. Я сказала, девчонки, успокойтесь, мы выиграем. Так и произошло. В 2008 году снялись в эпизодической роли в сериале «Час в уместе». Как это было? Расскажите, как предложили, как согласились, и что делали, к сожалению, потому что не видела? Ну как, просто позвонили и сказали. Вот есть такое предложение, хочешь? Я говорю, а чего? Нет, давайте попробуем. Ну и согласилась, приехала на студию, меня загримировали, дали сценарий, сказали, как все будет происходить, что надо отдать золотую медаль, из-за того, что я забыла кошелек дома. Было интересно, потому что был тоже губерниев, которого я тоже очень хорошо знаю, и мы перед этим расслабились из-за того, что разговаривали много, артисты знаменитые. Вот с ними тоже был небольшой диалог, поэтому было очень интересно, смешно, волнительно, когда камеры снимают, надо что-то говорить, как-то действовать. Не хотелось выглядеть каким-нибудь роботом, постоять просто, хотелось тоже импровизировать немножечко. Вот, ну получалось тоже не очень хорошо, но, в принципе, после того, как я посмотрела серию, получилось неплохо. Единственное, что мне не понравилось, как меня накрасили, вложили, я говорю, вы, я в спортивной форме, с таким макияжем, с такой прической, как-то не совместила. Мне очень все время хотелось в рекламе снять какой-нибудь, очень, у меня там, потому что было предложение за границей снять в рекламе, но я отказала, потому что я подумала, ну почему я буду сниматься за границей, если можно сняться дома? Все-таки дома это по-другому. И я как-то отказала, думаю, нет, вдруг у меня будет предложение в России. Мы могли стать олимпийскими чемпионами, но, к сожалению... Финал с Китаем. Финал с Китаем. Пять партий. И как 2-0 вести и проиграть, конечно, это было очень обидно, но... Ну, до Афин был же еще сильный, тысячный, еще серебро, да? Тоже. Это была вторая ваша олимпиада. Это была вторая моя олимпиада, да, это тоже был финал с Кубой. Это также 2-0 вести, и сил не хватит. Нас просто потом упили. Три партии, не говоря, уже о пятой. Тоже очень обидно. Но... Это жизнь. Вот ни одной олимпиады мне не удалось покорить. Было пять, ни одной не удалось. Как-то пыталась за Роберто, главным тренером бразильской команды, поменяться медалями. Говорю, у тебя нет ни одного чемпионата мира. Я говорю, а у меня нет олимпийской медали. Говорю, давай поменяемся. Не согласился. Вы знаете, наверное, я буду пенсионеркой думать о том, что я хотела бы получить эту медаль. Нет, конечно, она не оставляет никогда. Это желание каждого спортсмена. Это неизвестно, осуществится или не осуществится, но желание, конечно, оно присутствует всегда. Поэтому, наверное, никогда не покинет, даже если я ее и завоюю. Все равно она будет думать. Можно было, наверное, и две, а можно было и три. Самая великая волейболи. Это честность. Потому что если ты не будешь чести на площадке, то результата не получится. О чем жалею? Да вы знаете, если смотреть на этот вопрос, можно же пожалеть о многом. Но я не жалею ни о чем. Потому что, наверное, я сама для себя это выбрала, для себя сама я себя решила. И то, что у меня было, я от этого счастлива. А то, что у меня не было, у меня будет возможность еще реализовать и сделать. Поэтому пожалеть? Не знаю, пожалеть, что у меня нет еще одной руки, чтобы забить как много больше мячей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова